Снег с городских дорог сегодня убирают с самого утра. Работа коммунальных служб не прекращалась и в празднике, хотя назвать ее безупречно язык не повернется. Война между коммунальщиками и автомобилистами не прекращается. Специальные знаки о запрете парковки вдоль обочины должны были помочь навести порядок в вопросе уборки дороги. Однако чудо не произошло. Автомобилисты, оставляя своих железных коней, редко обращают внимание на такие мелочи, как знаки. Не страшит автовладельцев и эвакуатор. Правда, перекладывать ответственность с заметно суженную проезжую часть целиком на неративных водителей тоже не стоит. Например, по четной стороне улицы Энгельса сегодня свободного от машин места было предостаточно. А вот коммунальщиков, судя по количеству снега, здесь вообще не было. Вот как оценивают их деятельность обнинцы. Средненько. Нехорошо, неплохо. Бывает, конечно, бывает, что даже привстать негде, и сугробики, и все. А бывает, что и почистят. Человеческий фактор. Единственное, что влияет на то, как справляются со своей работой дворники. В большинстве дворов картина типична. Чистят только пешеходные дорожки. Вот так выглядит двор дома номер 16 по улице Калужской. Судя по оставленной посреди дороги новогодней елке, сразу видно, что в такие длинные праздники у коммунальщиков здесь тоже были каникулы. У нас коммунальные службы только дорожку чистили. И один раз, наверное, в самом начале праздников прошел трактор. Желание управляющей компании сэкономить на механической очистке проездов привело к тому, что с первым снегом здесь уже появилась колея. В целом, горожане работой коммунальных служб в праздничные дни довольны. Но вот в частностях наказы на будущее высказывают. Вместо посыпания снега хотелось бы, чтобы все-таки сначала подметали его. Заменить старую добрую практику уборки снега не смогли ни модные реагенты, не бескосоляная смесь. И все же обнимчане уверены, что по-настоящему чисто может быть только там, где убирают, а не создают видимость работы.